Окей, ну это я. Рассказывать о себе не буду, здесь все написано. О чем хочу поговорить с вами. Хочу поделиться своим опытом использования средней велосити либо средней скорости для планирования и управления проектами. Хотела сделать как-то так, живенько, и вообще люблю комиксы. Поэтому попробую использовать роли, с которыми мы все встречаемся в нашей жизни. Итак, кто у нас есть? У нас есть менеджер проекта, и его задача сделать проект и сделать заказчика happy. У нас есть менеджер департмента, он реально крут и владеет всеми ресурсами. Ну и, собственно, заказчик хочет получить свой проект и быть счастливым. И последний у нас есть реально очень умный чувак, который любит давать всем советы и думает, что может спасти мир. Ну что, поехали? Окей, какова задача PM? Задача PM — сдать проект. Это основная задача. С какими проектами мы сталкиваемся? Ну, если у нас time and material, то вам тупо повезло. Вам вообще не надо ни о чем париться. Вам платят деньги за ресурсы. Ну, честно говоря, редко встречается в реальной жизни, потому что заказчик всегда хочет знать, за что он платит бабло и когда он получит свои хотелки. Итак, нам не повезло. Тогда мы работаем с Fixed Scope and Time, либо с Fixed Price, где зафиксированы три грани треугольника. И вот здесь нам реально надо управлять проектом. Но до того, как мы начнем вписываться в этот треугольник, хорошо было бы продать этот проект. И что происходит? То есть мы знаем, что у нас Fixed Scope and Time. Как-то нам надо договориться с заказчиком, что мы делаем, в какие сроки поставляем. Окей, предлагаю использовать среднюю скорость. Если интерпретировать Scope как не просто набор требований, которые мы будем поставлять, а как объем Story Points, то имея, собственно говоря, этот объем и имея среднюю скорость команды, вы легко получите время релиза. И сценарий второй, когда у вас есть даты релиза и у вас есть средняя скорость, тогда вы, в общем-то, получаете этот Scope. Ну, путем нехитрых вычислений, добавляем непроизводственные ресурсы, бла-бла-бла, договоримся с заказчиком. В общем-то, мы получаем желаемое. Часто такое бывает в жизни? Камон. Вот вы часто сталкивались с такой картинкой? Круто. Значит, мне одно не повезло. Окей, проблема первая. У нас нету этой Average Velocity. С чего мы вообще будем вычислять? Ну и тут наш умный чувак говорит, ребят, я помогу, я знаю ответ. Можем вычислить ее. Вначале разберемся с причинами, почему у вас этой средней скорости может не быть. У вас ее просто может не быть. Ну, не быть. У вас новая команда. А может быть, другая причина. Может быть, причина, что вы работали-работали, у вас изменилась команда, либо у вас изменился домен, технологии, продуктов, ну, короче, вы не можете доверять своим статистическим данным. Окей, тогда будем предсказывать. Ну, на самом деле, это не какой-то новомодный метод. Мне кажется, так делают все. Что мы делаем? Мы берем наш Backlog, оцениваем его в Story Points. Дальше мы оцениваем среднюю капасити команды в спринте и начинаем симулировать плейнинг-сессию. Симулируем ее, разбиваем на часы, бла-бла-бла, сравниваем с капасити и путем нехитрых математических вычислений получаем нашу Velocity. Круто. Теперь вроде мы наконец знаем эту Velocity и можем продать заказчику проект. Пару моментов, когда этот метод работает. Когда у нас есть этот Backlog, когда вся команда участвует в этом эксессайзе, когда мы используем реалистичную капасити, то есть мы учитываем отпуска, праздники, покурить, попить кофе, и когда мы учитываем нулевой стабилизационный спринты, то есть те спринты, когда команда ничего не производит, но деньги мы все еще хотим. Окей, наша проблема решена. Мы подписали проект. Скажите, кто останавливается на этом пункте? Так, все спят после обеда. Окей. Говорили, что еды не хватило. Окей. Это те цифры, которые я использую у себя на проектах. Так, как я считаю, капасити. Для ведущих специалистов это 4, для медспециалистов это 6 часов. На самом деле у меня было немного проектов, на которых вот здесь я заканчивала. Потому что очень часто возникает следующая причина, следующая проблема. Команды-то нет. То есть, ну скажите, как часто у вас в компании бывает пул свободных ресурсов, если проект на 120 человек? Ну редко такое бывает. Что будем делать? Ну ты, чувак, не выдерживайся, ты говоришь, да запарил ты уже. Сколько можно решать твои проблемы? Есть и на это ответ. То, что делаю я. Окей. Я формирую виртуальную команду. То есть я знаю, что там в проектах от 80 до 120 человек, мне надо столько-то команд, и размер этих команд примерно одинаков. Тогда я формирую команду, и дальше я одалживаю с других проектов ресурсы, которые подходят мне по скиллам, для того, чтобы именно сделать estimation. К счастью, одолжить людей на пару дней не проблема. Ну естественно, так как мы не знаем, с кем мы будем работать, надо заложить дельту. Кажется, наконец мы готовы продать проект. Мы решили все наши проблемы. Давайте я потом на все отвечу. Хватайте минуту, да. Окей, с проектом разобрались. Вот теперь мы реально начинаем менеджить наш проект. Мы пытаемся делать заказчика happy. Мы пытаемся удержаться в проектном треугольнике. И опять я предлагаю использовать управление скоростью. Окей. Если так подумать, на чем основывается успех проекта. Естественно, это не то, что сделает ваш проект счастливым. Это всего лишь пару факторов. Это изначальное правильное определение скорости. То есть определили вы, угадали вы эту скорость или нет. Дальше. Это те события, которые будут влиять на вашу скорость. То есть то, что будет выбивать вашу команду из колеи. И ваша задача как менеджера, а, следить за скоростью. То есть да, мы попали в скорость, мы за ней следим. Понимать причины, почему скорость варьируется. И пытаться влиять на эту скорость, устраняя все негативные моменты. Реальная история жизни. Классный проект, стабильная команда, стабильно дает велосити. Тут к нам приходит наш департмент менеджер и говорит, отдай мне Васю. У меня есть точно такой же Петя, он реально классный, не пожалеешь. Я-то уважаю своего ресурс-менеджера. Мне было сложно отказать. Чувак, забирай, ты же мне сказал, что Петя так же хорош. Что происходит? Петя понадобилось время на то, чтобы войти в проект, узнать людей, тупо узнать технологии, методологии. Мы потеряли нашу скорость. Все могло бы быть иначе. Если бы вы были способны сказать вашему ресурс-менеджеру, никто не сможет заменить Васю и вот вам цифра, возможно, вы бы сохранили скорость. Что вообще влияет на скорость? Это любые изменения в команде. Ротация, добавление, удаление, смена доменной области, смена технологий, владельца продукта. Короче, любые активности, которые выбивают вашу команду и отвлекают от, собственно, написания кода. А бывает еще и так. Приходит к вам продуктовнер и говорит, ребят, давайте мы в следующем спринте интегрироваться с CTI. Ну и вы как бы думаете, вроде как CTI у нас знает только Вася, и он в отпуске. Ну черт, как же не хочется огорчать заказчика, но не хочется. Ладно, возьму-ка я на себя этот риск, может как-то прорвемся. Приходим в спринт. Что делает наша команда? Наша команда начинает отвлекать от работы всех. Она отвлекает от работы другие команды, мы начинаем гуглить, мы начинаем делать ресерч. Как, черт побери, с этим CTI интегрироваться? И в конце спринта что происходит? Мы не только не синтегрировались вообще ни с кем, мы не доставили ни одного своего таска. Вообще ни одного. Заказчик не был happy, честно. К чему вообще этот пример? Пример к тому, что есть ряд факторов, которыми вы не можете управлять. Однако вы можете их учитывать в своей работе. То есть в следующий раз, когда кто-то, когда вы во время краткосорочного планирования понимаете, что Вася будет в отпуске, вы вполне можете сказать продуктовнеру, эй, переложим это на четвертый спринт, сейчас делаем другие активности, и это сработает. Ну и сейчас пару иллюстраций, как это делаю я. Кроме самой статистики о скорости, я методично собираю данные о причинах, как мне кажется, о причинах того, что повлияло на эту скорость. И записываю такую штуку. Я это называю реестр отклонений. Эта штука реально работает только, когда у вас достаточно большой проект, долгосрочный. И классно работает, когда команд у вас много. Я начинаю записывать. Окей, ротация ресурсов мне дает от минус двух до десяти story point в потере. То есть это длительный эксссайз, это не эксссайз одного спринта. Дальше, как я этой штукой пользуюсь? Все очень просто. Когда я в следующий раз прихожу к планированию проекта, вот эта штука помогает мне сделать несколько вариантов оценок. Я делаю пестимистичный прогноз, оптимистичный и наиболее вероятный. Дальше, когда я делаю свой риск менеджмент план, опять же, я смотрю на риски, я могу качественно их оценить, потому что у меня есть статистика. Ну и последнее, я использую эту табличку для своих каких-то краткосрочных целей. То есть я смотрю, мы теряем скорость. Я иду в свой реестр и отыскиваю все факторы, которые могут дать мне необходимый прирост. То есть если я знаю, что у меня ежедневный груминг увеличивает скорость в среднем на 3-5 story point по сравнению с теми спринтами, где груминга не было, я могу взять этот поинт. В общем, это примерно все. Спасибо. 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 Спасибо.